Добрый день! Добрый день! Сегодня я буду говорить о чем-то важном, хотя я верю и знаю, что с таких мест как это говорят о важных вещах. Мы уже сегодня говорили немного о начале, как правильно начинать, все, как продолжать, поэтому поговорим о церкви. Для межконфессионального общения, как бы, делимся с терминами, согласно новозаветному учению, церковь – это сообщество верующих, святых, объединенных верой в Господа Иисуса Христа, в которых, видимо, изримо действует Дух Христов с Его силы. Все. Дальнейшая – это уже реализация, так сказать, в том виде, в котором представляет данная уже церковь. Лепископат и формы управления, руководства. В общем и целом, это группа людей, как сказал Иисус Христос. Будем всегда ссылаться на главу тела, который сказал, где двое или трое соберутся, от Матфея 18-20. Во имя мое, там и я посреди них. До этого мы говорим, согласятся. В чем согласие? Там рассматривается один момент конкретный, просить что-то по воле моей. Более общее видно чуть раньше, давайте откроем 16-ю главу Матфея. Здесь 16-го стиха по 18-й написано. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Иоанна, потому что не плоти кровь, а открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому люди, объединенные одной верой в Господа Иисуса Христа, способны создать церковь, так их основанием уже является Господь Иисус Христос. Об этих стихах, об их значении много рассуждали и спорили, начиная еще раз. Святой Агустин с Блаженными Иеронимом. Они дискутировали по этому поводу. Да, там позднее идет догмат о ключах, поэтому я пытаюсь устроить свое понимание этих стихов. Для нас тут все предельно ясно. Конечно же, как сказал сам Иисус, кто больше храм или наполняющий его. Здесь говорится о Христе, здесь Петр не на первом месте. Он сам утвержден в том утверждении, которое Иисус говорит, что это Отец мой дал тебе. Господство Иисуса Христа в жизнь человека не приходит согласно твоему решению. Не думай. Когда мы говорим, что я принял, я понял, это пока еще столько судит от твоего младенчества. Господь открыл. Бог, богатый своей милостью, повелел из тьмы воссиять своему свету в нашей жизни в лице Иисуса Христа. Поэтому, когда в твоей жизни воссиял Господь Иисус Христос, как здесь сказал Иисус Петру, это Отец мой Небесный открыл тебе, он сказал Петру. Поэтому блаженство уже в том, что ты осознаешь, ты осознал, ты не просто уже грешный. Уже само осознание говорит о том, что Дух Святой начал тебя обличать. Хотя бы, может быть, через твою совесть за конкретные грехи, но все равно начал тебя обличать. Но когда ты осознал, что ты принял Иисуса Христа, что ты приняты им, мир Божий сошел на твою жизнь. Это нельзя ни с чем перепутать. Это служит единственным правильным подтверждением. Ты уже не сомневаешься, мир сошел на тебя, в твоей жизни наступило блаженство. Только само осознание, что я ребенок Божий, служит уже ликованием. Люди начинают ликовать, я Божий ребенок. Не просто угнетение сознанием своих грехов, но наоборот, воссиял свет, все, ты Божий ребенок. Когда группа людей объединены одним этим Господством Иисуса Христа, когда они готовы следовать за ним, они идут за ним, они являются церковью. Формы управления придут по мере развития тела. Ребенок не рождается сразу взрослым человеком со всем пониманием, со всеми способностями. Но он рожден, мы видим факт. Все, наступило рождение в жизни одного человека, точно так же объединяется группа, начинается церковь. Поэтому развитие этого процесса, будем говорить в Новом Завете, мы наблюдаем в книге деяний, где апостолы разошлись по всему миру, и Евангелие дошло до наших дней и до нас. Мы откуда-то это узнали, мы откуда-то это услышали. Поэтому необходимым условием является признание господства Иисуса Христа, где вся жизнь подчинена твоей жизни, Его воле. Поэтому давайте откроем Ефесянаму вторую главу. Здесь 20 стиха написано. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое строено, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божие Духом». После основания идет строение, согласно самой распространенной трактовке пророков и апостолов, это соединение Ветхого и Нового Завета, но рассмотрим само апостольство и пророчество уже само по себе. Начнем с пророков. Исходя из Ветхого Завета, под пророками всегда понимали великих Божьих людей, но само определение пророчества – это передача Божьего Слова одними людьми, другим людям. Поэтому даже многие пророки, они делали на этом акцент. Особенно, если это были простые люди, как мы с вами. Амос сказал, «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и выращивал сикаморы, но Бог призвал меня». Поэтому современной церкви необходимы пророки не в виде таких величин, которые сели как маяк. Маяком должен быть Иисус Христос. Но таким образом пророчество – это получение, как бы усвоение и передача Божьего Слова людям вокруг тебя, как бы здесь и сейчас, сегодня, Божья воля на сегодняшний день. Конечно, мы понимаем, что это не может и не должно противоречить Божьему Слову. Это все в рамках Божьего Слова. Поэтому в Новом Завете и самим Павлом часто упоминаются два слова в сяске – пастырь и учителя, пророки и учителя. То есть это, в принципе, да, необходимо любому руководителю, даже не обязательно церкви. Это не только к пастырам относится, это относится к руководителям. Само руководство нам нужно от Господа. Поэтому нам нужно его в первую очередь получить, чтобы осуществить. Поэтому в этом понимании пророчество – это получение вот этого слова для той группы, в которую ты поставишь. Это в том числе и проповедь, потому что пастырь пасет свое стадо, веря на ему Господу. Ему нужно знать направление самому, куда вести, чем сейчас кормить, как руководить, что сейчас приоритетнее, важнее, на что сделать акцент. Это понимают пастыря. Учителям то же самое. Недостаточно просто информационно знать этот текст. Тебе нужно самому откровение. Во-первых, чтобы понять глубины Божьей. Их нельзя понять только интеллектом. Поэтому тебе нужны откровения о Слове Божьем, чтобы ты увидел его глубину, чтобы Бог сделал для тебя вот эту плоскую картинку 3D. Чтобы ты потом мог… Было, чтобы из чего делиться. Потому что, чтобы делиться, нужно иметь. Чтобы иметь, нужно получить. Поэтому само определение пророчества, оно шире и во многом проще. Павел в 1 Коринфянам 14,5. Тут чуть ранее. Говорит. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий больше того, кто говорит языками. Разве что он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. То есть, даже дальше лучше прочитать следующий стих. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам? Или откровением, познанием, или пророчеством, или учением. Соответственно, в современной церкви акценты сдвинулись в знамения, в подтверждения. То есть, говоришь языками, не говоришь языками. Человек молится языками, значит, Дух Святой сошел на меня. Но сам Павел говорит, что если языки не переводятся... Я видел тысячу людей, кто молится языками, пока не встретил ни одного, кто их мог бы переводить, чтобы быть переводчиком. Может быть, кто-то что-то дослышит, понимает, что-то усваивает в этой атмосфере моления языками. Но Павел говорит, что суть это, чтобы церковь получила назидание. Тогда пророчество – это не только что-то великое. Мы всегда из-за этого слова равняемся с пророками Ветхого Завета. Нет, они много говорили о будущем, просто в контексте, что Христос должен был прийти. Но он зовется тоже откровение, там тоже это о будущем. Но само пророчество, определение пророка – это человек, говорящий от Бога к людям. То же самое, как священник – это человек, который от людей служит Богу. Поэтому Павел говорит о том, что церковь должна получать назидание. И здесь пророчество стоит в одном ряду – откровение, познание, пророчество, учение. Поэтому любой пастырь и учитель может и должен иметь откровение. Может и должен обладать каким-то учением, чтобы распространять это учение. И то же самое может и должен обладать пророчеством. То есть искать и получать живое слово на сегодня, на здесь и сейчас, чтобы хормить свою пасту. Вот. Пойдем дальше. Не все имеют такое призвание, даже те, кто могли бы и должны иметь. Но если основание твоей личной веры – Господь Иисус Христос, то выдели функцию Его господства. То есть как можно узнать волю Господина? Элементарно. Быть к Нему ближе. Быть к Нему ближе. Познавай волю Господа сначала для своей жизни. Познавай волю Господа на то, на что ты уже поставлен Господом. Потому что есть люди, которые ждут большого служения. Но у тебя семья – это уже служение. У тебя верены Богом или даны дети, или будут даны – это уже служение. То есть тебе доверена какая-то группа. Элементарно. Люди рядом с тобой знают меньше тебя. Тебе уже доверено. Это уже учение. Поэтому познавай волю Господа для своей жизни. Ищи, исполняй ее, и Бог будет верять тебе. Людей, которые еще не так, может быть, его знают. Бог будет верять тебе что-то. Опять же, еще раз. Семья или группа людей вокруг тебя – это уже служение. Даже Бог тебя остановит. Потому что кто дома своем не может управлять тому, верена ли будет Церковь Божья. Поэтому живой поиск живого Божьего Слова на сегодня, на здесь, на сейчас. Подтверждение Божье в чем? Это будет сбываться. Вера есть не только вера в невидимое. Но это осуществление ожидаемого. Бог может подтвердить, от него ли это было или нет. Мы все это видели и видим в своей жизни. Когда что-то начинается, много сомнений. Правильно ли мы это начинаем? Много может быть, а так со стороны, что это неправильно, это неправильно, это не так. Конечно, ничего не начинается идеально. Ничего не начинается… Это фантастика, одним словом этого не бывает. Но продолжается. Но видно, Бог действует. И тогда люди вокруг могут сказать – с вами Бог. Бог, с ними Бог. Христиан так и опознали. Они проповедовали Бога, которого в них стало видно. То есть не только они сообщили людям о каком-то новом Боге, но этого Бога было видно в их жизни, этого Бога было видно в их поведении и характере. Поэтому их назвали христиане. В них разглядели Христа. Вот такого Бога проповедуют настоящие христиане, в которых в самих этих людях можно разглядеть Христа. Когда мы пойдем дальше? Тогда апостольство. В такой трактовке апостольство – это быть посланным. Понятно, что была группа апостолов вокруг Иисуса Христа. Их называли апостолами. И в таком эксклюзивном значении этого слова – это они. Все. Это определение мы не подставляем. Но даже уже в Новом Завете среди апостолов прозвучали другие имена. Павел сам про себя сказал, что я как бы последний из апостолов, но в Новом Завете апостолов не только даже он назвал. Поэтому само апостольство – это послание Иисусом Христом на совершение определенной работы. В основном это по основанию церквей. То есть люди, в жизни которых господство проявляется с большой силой, Бог начинает действовать с властью, с авторитетом, давая свои подтверждения, давая дары, чтобы люди ими пользовались, оперировали. И начинает создаваться церковь. Поэтому мы из Деяния видим, что Павел, Варнава, Аполлос, позднее там добавились, Тимофей, Лука, они все участвовали в апостольстве. Хотя бы даже не всех этих людей уже Новый Завет называют апостолами. Но они участвовали в апостольстве. Они были посланы. Кто-то сначала послал их. И Павел всю свою жизнь утверждал, что все, что я получил, я получил от Господа Иисуса Христа. То есть он был непосредственно инициирован, послан самим Господом. Но потом мы смотрим его служение, и этот его, так сказать, дар, призвание он начинает распространять. Он посылает Тимофея в одно место, Луку в другое место, Лука его то сопровождает, то не сопровождает. В Деяниях, то идет общее повествование, то Лука переходит. Мы, было нас, на корабле указывают, где сколько людей, все. То есть запущен процесс. И в конце своей жизни Павел пишет Тимофею, и он пишет. То, что получил от нас, передай тем людям, которые могут это сохранить. То есть, кого ты признаешь достойным. То есть вот это, вот эту вот способность посылать, он передает дальше. Что, как бы, образно говоря, что как я тебя в свое время посылал, как меня Господь Иисус Христос послал, я посылал тебя, теперь ищи следующую группу людей, работай с ней, чтобы можно было верить в то учение, которое я передал тебе. Вот, поэтому в современности это и есть. То есть, подчиняйся призыву, когда Бог хочет использовать тебя. Не будь, как говорят, стулом на стуле. Не будь членом церкви в таком понимании, что просто ходить в нее. Как это сейчас, век компьютеров, уверенный пользоваться. Только пользуюсь. Будь тем, кого хотя бы для начала можно послать. Может быть, не всем Бог верит в такое служение, что ты будешь кого-то посылать. Или верит в такое служение, что ты накопишь в себе объем информации, духа, силы, и Бог тебе доверит. А кто знает? Вы что думаете, вот этот вот мальчик Тимофей в той церкви, в которой он ходил, он знал, что он будет пастором международного уровня, который будут переставлять из церкви в церковь, из церкви в церковь еще будут говорить, еще и учи. Учи еще, создавай там группы, обучай, и смотри внимательнее, кого учишь, и чтобы потом они тоже принесли плод. Вот, поэтому 1 Коринфянам, дальше, 15 глава, 9-й, 10-й степени. Это здесь Павел говорит, прямая речь. Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть не то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. В таком понимании апостольство – это особое действие Божией благодати в твоей жизни. В твоей, в моей, в нашей. Павел говорит, по делам я даже не достоин. Я гнал церковь Божию. Но Бог верил мне. И он говорит, и я больше всех их потрудился. Это апостол, включение этих слов в эту книгу, говорит о том, что Бог считает так же. Он больше всех их потрудился. Но Павел переводит, акценты переводит сверх прожекторов. Не я, но благодать Божья во мне. Поэтому, подчиняя свою жизнь Господу Иисусу Христу, мы обретаем от Него особую благодать, особое помазание, потому что Бог действующий. Бог не только здесь. Бог здесь, здесь. Бог нам даровал землю, чтобы наступать на нее, чтобы расширить свои пределы. Чтобы Божье Царство проникало в твой дом, в твою родню, в твоих знакомых, в твоих друзей. Чтобы ты вырос, вырос. Как муж Божий, как жена Божья, чтобы ты был, была кем-то в Божьем Царстве. Поэтому, можем посмотреть, пройдем через 1 Коринфянам, 4 главу, небольшое условие, которое Павел говорит в первую очередь про себя же. И он с 1 стиха, с 4 главы говорит. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Таим Божьих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываю, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала Бога. Требуется, чтобы каждый оказался верным. Бог будет судить свой народ. И он из верных людей делает домостроителей Таим Божьих. То есть даже свои тайны Бог вручает верным людям. То есть он не ждет, когда ты выйдешь в какой-то процесс, совершишься и потом подумаешь. Подумаешь. Ну, может послужить. Это не так. Действует не так. Поэтому много людей со временем в церкви не обладают этим же временем в Иисусе Христе. Потому что они эти годы были заняты собой, ничем, жизненными проблемами, не больше. Но Павел здесь пишет, что нам надо быть верными. Даже перестаньте обращать, что о вас думают. Не морочьте, грубо говоря, голову, что о вас думают. Исследуйте свои сердечные намерения. Если вы действительно, верность в том, что вы действительно хотите служить Богу. Потому что Бог осветит однажды то, что ты хотел. И Он тебе даст награду соответственно тому, что ты хотел. Хотел ты почета перед людьми. Это сам Иисус говорит. Ладно, в этой жизни ты его получишь. Это не трудно достигается. Это достаточно включиться в какое-то общее действие. Занять какое-то место. Выполнять какую-то функцию. Это тоже хорошо, если правильно применяется. Но Бог ищет. Еще в Ветхом Завете есть такой стих, что глаза Божьи, они осматривают земли, ища верных Ему, чтобы дать им силу. Вот кто получат силу. Вот кто получат власть и авторитет люди, которые ищут Божьего. Ищут Бога, а не себя. Вот про это здесь говорит. Вот что Павел понимает под верностью. Это воинское присядок. Когда ты говоришь, Господь Иисус Христос, ты должен понимать, что таким образом Он является главнокомандующим твоей жизни. А если Он главнокомандующий твоей жизни, то как бы твоя воля должна быть Ему подчинена. Это не какой-то мучительный процесс, где ты все время борешься сам с собой. Тогда ты просто не присягнул. Но если ты действительно признаешь Иисуса Христа Господом, вот этим людям дается сила. Часовой может быть выглядеть один на посту, но он поставлен Богом. Он помазан Богом. Особенно если какое-то важное служение, лидеры церквей, лидеры движений. Ты попробуешь тронуть одного человека, который стоит с одной винтовкой на посту. Если это государственная граница, вся мощь государства ответит тебе. Тут даже нет, что ты напал на кого-то конкретно. Поэтому Бог знамениями, чудесами помазывал и подтверждал все движения апостолов. Хотя бы их били, их гнали, их прогоняли. Но тем не менее они шли из города в город, из города в город и распространяли Божье церковь. Возникала церковь. Это действует по сей день. Иначе к чему передается учение, которое Павел велел передавать Симофею? Это действует по сей день. Богу нужны верные люди, чтобы дать им силу, чтобы распространять свое царство. Стань кем-то в своей поместной церкви, и ты будешь кем-то и во вселенском селе Христа. Так, Ефесян, 4 глава, 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимноскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получат приращение для созидания самого себя в любви. Вот. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя. Это, так сказать, следующая уже настройка на Христе, на фундаменте Христе. Мы чуть-чуть коснулись каждого, кроме евангелистов. В основном, хотя бы в некоторых даже изданиях, почему-то именно это служение выделено с большой буквы. В основном, евангелистами являются самые простые люди в церкви. Кто-то привел маму, кого-то привела мама. Кто-то привел соседа, соседку. Пастыри, учителя, тем более пророки, апостолы. Это действительно служение единиц. По факту мы просто говорим о том, что это действительно служение единиц. Но евангелистом может быть каждый. Ты начал говорить с кем-то о Иисусе Христе, ты уже евангелизируешь. То есть ты ему должен просто правильно представить Божью весть, Евангелие. Поэтому, может быть, ты на незначительном уровне в своих глазах. Но если ты кого-то привел в Дом Божий, где уже с ним поработали? Учителя, пророки, пастыри. И он начал свою жизнь во Христе. И этот праздник на небесах, как сказал Иисус, состоялся. Ангелы радовались обращениям. Твое имя тоже там есть. Ты тот, с кого началось. С кого Бог начал свое спасение еще одного человека. Поэтому оценивай свое спасение в свете того, что здесь сказано. Что тело, у него есть голова, есть более видимые, такие зримые члены, такие авторитетные, которые могут быть головой, руками, ногами. Но также есть связи. И также написано, в меру полного действия. То есть, надо быть верным и действовать в полную свою силу. Никто от тебя не требует гигантских усилий. От тебя требуются твои силы. Бог даже, согласно, ну, он за это искушение не дает сверхсил. Поэтому он и действовать от тебя не требует сверхсил. Но он требует в твою силу. То есть, проще говоря, что можешь, что сделать. Будь элементарной связью между одним и другим. Элементарно. Какая-то проблема, которую ты знаешь, какая-то нужда. Начни действовать. Не знаю, молись. Участвуй в жизни людей рядом с тобой. Не будь младенцем. Не будь младенцем. Младенчество и муж, что в Библии, это не здесь. Это участие. Ты можешь даже думать о себе, что ты много знаешь и много значишь. Но тебя не видно в церкви. Ты ничем не занят. Тогда ты... Что будешь делать? Ты будешь просто обсуждать или даже осуждать людей вокруг себя. Это будет твоя единственная функция. Но если ты действуешь в меру, в полную, на которую ты способен, что здесь сказано? Будет плод. Бог будет прилагать спасаемых. Если мы посмотрим книгу Деяния, мы ее сейчас посмотрим, то видно, что собиралась церковь, маленькая, незначительная, на первый взгляд, начинала действовать, в ней было немного людей. И Бог написано, прилагал спасаемых. То есть не своими силами люди приобретали спасаемых. Бог прилагал спасаемых. Поэтому здесь написано, что действуй в свою силу. Также мы рассмотрим. Здесь младенец и муж. Это женщина тоже относится. Здесь имеются в виду возраста. И имеются в виду и не здесь. По Новому Завету, если перейдем на греческий, всегда используются два разных слова. Одно из них обозначает сценовство. Но, как сейчас принято говорить по ДНК, провели тест. У нас есть сомнения, чьи это ребенок провели тест. Правда, его. Не более. Ничего больше. Есть другое слово, которое обозначает именно сыновство по духу, по сути. Когда не надо спрашивать, христианин перед тобой или нет. Видно, что он христианин. Почему? Потому что Христос в нем, Христос в ней. Видно, христианин. Поэтому в Новом Завете даже это подчеркнуто использованием двух разных слов. Здесь два разных понятия. Младенец и муж. Все. Младенец это и муж, это опять же не отсюда. Это действие, которое ты совершаешь в той церкви, в той группе, в том духовном движении, в которое Бог тебя увлекает. Поэтому даже самому полезно возрастать. Написано, что тогда ты не будешь увлекаться ветрами, мчениями. Идет бесконечное предупреждение, что здесь был ажиотаж, здесь было какое-то видимое служение, здесь люди вроде что-то начинали. И потом так же идет, что что-то перепутали, что-то не так, что-то неправильно, действительно мы говорим, что-то перепутали, что-то неправильно. И люди удивляются, как же так. Потому что надо быть взрослее, взрослее в теле Христа. Надо быть кем-то. Когда ты будешь видеть, Бог тебе сам будет показывать. Подсоединяйся к этому, делай это. Бог будет тебя уже использовать. Тебе не надо будет бесконечно людей. Я сейчас не имею ничего против людей. Я имею в виду про взрослость. Тебе не надо будет. Маленького ребенка даже через дорогу надо перевезти за рот. Понятно, в песочнице ему можно доверить других детей, которые еще меньше. Что ты смотри, чтобы Вася не бил Машу лопаточкой по голове. Он ее все равно бьет. Потому что другой ребенок, он не способен за этим проследить правил. Он сам увидел птичку и все. И то, что у него под боссом происходит, он не контролирует. Взрослым людям можно доверить и песочницу, и площадку, и весь этот двор. И Бог им доверяет контролировать. Бог им доверяет действовать. Построить еще один дом. Открыть еще один двор. Нарожать там детей. Поэтому надо взрослеть. Именно в служении, именно в отдаче, именно в посещении. Чтобы пойти дальше, нужно упомянуть два слова. Это посвящение и освящение. Любой человек, любая группа, любая церковь, если говорим конкретными понятиями, должны бороться за чистоту и святость. Все. Бог не работает с несвятыми. И мы здесь говорим не о совершенстве. Совершенных людей не существует. Совершенных групп не существует. Иуда был один из двенадцати. Димаса Павел упоминает в трех посланиях. В одном привет от него передают, в другом просто в общей группе, а в третьей говорит, отрекся. Совершенных групп не существует. Не надо критиковать другую группу за то, что она не полностью совершенна. Во-первых, потому что и эта группа вам может ответить тем же. Она тоже видит у вас что-то несовершенное. Суть не в этом. Павел говорит, что Бог осветит скрытое во мраке, и кто ты? Осуждать слугу другого. Все. Давайте каждый займемся своим делом и своих местах. Не потеряя помазание и авторитет, просто критиковать другую. Но освящение и посвящение. В Верхнем Завете это были, в принципе, как бы две стороны одного и того же понятия. Там святым становилось так. Это отделялось на служение Богу. Поэтому суть этого одна и та же. Ты отделяешь свою жизнь на служение Богу, борешься за чистоту в своей жизни. Божья благодать начинает сопровождать тебя. То есть ты не сможешь всю свою жизнь менять сам себя своими силами, своими силами. Это не йога. Не какой-то духовный пункт. Божья благодать начинает тебя созидать, выращивать из тебя. Уже того мужа совершенного, которого Бог в тебе видит. Это тебе надо родиться младенцем, умереть старым. А для Бога ты один человек, одно существо, с одной жизнью. Тогда ты желаешь быть отданным Богу. Участвуешь в своем освящении. Борешься за то, чтобы посвящать себя Богу. И Бог начинает тебя использовать. Богослужебные сосуды, удостоверялась их чистота, их очищали. И Бог их помазал. Была специальная смесь. Для современных служителей это помазание Святого Духа. Когда Бог инициирует человека и подтверждает, что я с ним. Это заметно. Павел говорит, мы благоухание. Спасаем их приятное, для неспасенных ужасное. Все, благоухание к смерти, он даже говорит. Все, тебя начинают воспринимать люди. Одни, как прекрасного человека. Хотя бы несовершенного. Но прекрасен Бог в тебе, несовершенен, прилично. Другие на тебя начинают видеть в тебе какого-то ужасного. То есть, человек, которым говорит, что какие-то вещи. Я не могу игнорировать то, что здесь написано. Я говорю. И это многим не нравится. Но что я могу поделать? Это сказал Бог. Это не сказал я. Мы подходить к этому должны так. Это сказал Бог. Я учу от того, как я понимаю. Конечно же, с правом и возможностью ошибаться. Но я искренне верю, что это так. Бог, я знаю, Он живой. Он способен мне образовывать дальше, если я в чем-то ошибаюсь. Мое лишь желание подоносить это дальше. Как это было донесено до меня. Хотя бы так. Поэтому. Окончим тем, что Павел говорил. Братья, посмотрите, кто вы. Немного из вас умных, благородных, понимающих. Не суть кем ты был в старте. Суть в том, что Бог может сделать с тобой. Ты ограничен. Бог безграничен. Кладовые его небесного сокровища безграничны. Если он решит. Армия решает кого-то послать. У людей ничего нет, кроме формы. Они просто отдали себя. Их решат куда-то отправить. Государство не найдет. И самолет, и парашют, и вручат то оружие, которое надо. И карты выдаст, и на месте прикроет. И потом еще питание, боеприпасы будет бросать. Да, и здесь о семьях позаботься. Поэтому Божье обеспечение будет с тобой, если ты будешь отдавать ему свою жизнь. В том числе и это. Деяние. Рассмотрим последний отрывок. Деяние, 19 глава. Восемнадцатый говорится о том, как Павел, оставив Афину, пришел в Карин. Девятнадцатый – это как он пришел в Ефес. Если мы будем смотреть на жизнь Павла по деяниям, насколько это описано, и по его письмам, где он тоже ссылается на некоторые моменты, то мы увидим. До двух этих городов его гнали, били непрерывно вообще. Из Афины, можно сказать, просто поторопили уйти. Тоже никто его там особо не стал слушать. У Павла было в жизни два перелома. В основном, так как люди смотрят с позиции обращения, они видят всегда только один перелом. То, что Павел был хорисей, гонитель, хулитель Церкви Божьей, авторитетный человек, который даже мог к первосвященнику прийти, выкребывать от него документы, чтобы в соседнюю государство поехать, порядок свой навести. И все знают, что он шел, и Бог ему открылся. И у Павла был еще один очень преломный момент в его жизни. Когда он пришел в Карин, это вот останется также в деяльях, просто я прочитаю. Первая Коринфянам, вторая глава. С первого стиха он сказал, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятанного. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепоте. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Бог, даже используя тебя в служении, ждет момента, когда ты полностью исчерпаешь себя. Действительно, можно что-то выучить, можно что-то понять, можно действительно устроить что-то стоящее от предшественников, от людей, которые рядом с тобой. Но Бог ждет, чтобы ты исчерпался. Для чего? Что делает человек, который выдохся, устал, жажден? Он пьет. Чтобы ты, наконец-то, подсоединился к нему и только к нему как к источнику своих знаний, своей мудрости. Чтобы у тебя не было уже своего знания, своей мудрости, но было Божье знание и Божья мудрость. Павел даже с афинянами смог говорить. Это был центр мировой мудрости. Он смог войти в группу самых умных людей мира, самых именно умных, образованных, и поговорить с ними на рамках. Даже современные ученые смотрят, даже не христиане, они видят. Он говорил полностью на их языке, в их понятийных группах, так сказать, просто оперировал их же терминами. И он смог им рассказать о Христе. Это их не убедило. Перестань убеждать людей человеческой мудростью, человеческими знаниями самим собой. Братья и сестры, это невозможно. Это невозможно. Мы должны выдохнуться самих себе, чтобы Бог действовал в нас и через нас. Вот что произошло с Павлом. Он пришел в Каримф. Это один из самых умных людей мира. И он говорит все. Я пришел к вам и разбился. Я уже понял, ничего не помогает. Моя мудрость не помогает. Моя желание и отдача не помогает. Я решил знать Иисуса Христа, и притом распятого. Вот центр благовестия, от которого вообще нельзя отойти ни своей мудростью, ни своими знаниями, ни даже своим стремлением. Центр действия Божьей силы, Иисус Христос, и притом распятый. Только это действует на людей. Это и есть благая весть. Иисус Христос за нас распятый. Поэтому Он пришел в Каримф, Он учил, и началось Великое Пробуждение. Полтора года Он там. Он переходит в Ефес, и вот тут написано, 19 глава с 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Каримфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веру?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, что Дух Святой есть». Он сказал им, «Бо что же вы крестились?» Они отвечали, «В крещении Иоанна». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть в Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было около 12 человек. Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца беседу и убедительно свидетельствую о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие «Пусть Господен» перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали прохвить о Господе Иисусе, как Иудее, так и Элине. Здесь несколько моментов. Обязательное условие служения, то что сам факт, что Бог подтверждает и помазывает, это сошествие Святого Духа. То есть не только информационное знание о Христе. Ты о Христе можешь знать долгие годы, ходя в какую-то церковь, в группу, это будет всего лишь Иоанново крещение. Ты будешь знать что-то там о Боге, что-то тебе сообщать. С тобой даже не будет видимого присутствия Святого Духа. Но даже крещение Святым Духом само по себе бессмысленно, если у этого нет цели и смысла. А цель и смысл – это употребить твою, мою жизнь, нашу жизнь для служения Богу, чтобы прилагать спасаемых дальше и дальше. Вот у Бога какая цель. У Бога ты не конец его усилий, ты начало. Насколько ты ответишь, настолько он тебя будет использовать и больше. Насколько он это способен. Таким образом, даже возложение рук – это пустая форма оместа, если люди не в Божьей воле. То же самое. Сошествие Святого Духа, инициация Богом данного человека это и подтверждает, что возложение рук было правильным. Многие спорят, что есть возложение рук, и какое из них правильное. Правильное, когда Дух Святой действует потом через этого человека. Значит, он правильно показал этого человека. Значит, правильно люди обратили на него внимание. Но сам Бог обратил их внимание. Сам Бог признал его достойным. Не по делам, а достойным для того, чтобы использовать. Вот в чем разница. Разница не в твоих и моих делах, разница, что сам Бог решил использовать. Тебя и меня. Поэтому 12 человек. Джей 12 на уровне. Сейчас модная такая тема. Джей 12 на уровне. Немного людей. И в синагогу он забрел, и там кто-то его услышал. То есть, в принципе, группа сопоставимая небольшая. Но что произошло? Люди, которые начали только с ним спорить, использовать авторитет, они же были синагогой на этом месте. Они же были, можно сказать, церковью своего еврейского народа. Павел предоставил им идти своим путем. Бог предоставил им идти своим путем. Он создал группу, в которую начал прилагать спасаемых. Два года на этом месте. Полтора в Коринфе, два в Ефесе. Целые провинции, целые города услышат, хотя бы начнется с маленькой группы. Но если группа будет отдана Христу, она получит подтверждение и силу, и будет результат прилагаемый. Это не меряется количеством. Это меряется качеством. Что следующие жизни тоже будут в отдаче. Тоже будут с отдачей. Это не будут просто люди, приходящие и слушающие. Это будет церковь действующая. Бог способен через малое совершить многое. Ему не нужны никогда были толпы. От ветхого по Новый Завет. Посмотрите, ему не нужны были толпы. Толпы, он говорил, вы ходите за мной, только жрать. Аминь. Да, да, да. Поэтому здесь, если мы посмотрим дальше, даже были манипуляции с именем Христа, Бог это никогда не поддерживает. Можно какое-то время проглашать имя Иисуса Христа, да, неправильно. Неправильно этим пользоваться, даже обогащаться через это. Но здесь написано, что найдутся тоже люди, которые так тебе предти в Астану, которые подойдут к тебе и спросят, говорят, ну хорошо, Христа мы знаем, а Павли мы слышали. А ты, кто? Это так, кто? Вот. Не суть. Здесь тоже было свидетельство, здесь изменился целый город. Небольшая, но правильная группа может изменить целый город. Это Новозаветное учрение. Бог может употребить. Здесь люди поджигали книги по колдовству. И ефесские писания. Это было нарицательное слово. Все книги по колдовству в мире называли ефесские писания. Там были школы, которые собирали все это, изучали, переписывали, продавали типографии, все, колдуны, прямо секты вообще. Вот. Если Каримов был центром разврата, и ефесс был центром колдовства, все. Бог через Павла поразил. Ну, даже Афинян поразил. Просто он не счел нужным спасать всю группу людей, которые не хотели этого. Но вот даже оттуда он вывел. Поэтому Павел посетил центр мировой мудрости, мирового разврата, мирового колдовства. Бог его везде употребил. И здесь написано 20 стих. «С такой силой возрастало и приплялось слово Господне». Здесь говорится о поражении колдовства в Ефессе, но дальше. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию, Ахайю и Силу Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть Ирим». И послав Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время Васи. То есть, посмотрите, если посмотрим жизнь Павла, то он, например, был инициирован Богом, но прошли годы, ему нужно было самому чему-то научиться, он ходил в церковь. Потом Бог послал Варнаву, откровение Варнаве, Варнава его взял. Потом церковь, она, молясь и постясь, увидела, что из целой группы служителей двое пойдут. Потом сам Павел с Варнавой разошлись, и каждый совершал свою работу. Это не была плотская ссора, просто Бог их через конкретно теку развел, чтобы они занимались каждой своим. И здесь Павел, участвуя в Божьей воле, что Бог его употребляет, такого маленького, такого незначительного, иногда лишь одного, но создает из него церкви, поражает им, как избранным орудием своим, духовные твердыни того мира, и здесь он уже положил духи. Бог дает тебе мечтать. Ты получаешь от него право иметь собственное видение. Он уже не только тебя инициирует, ты вырос, ты совершеннолетний. Ты получаешь право иметь собственное видение. Это самого тебя вдохновляет. Он уже видит, что он пойдет в Иерусалим. Что и Иерусалим, по Новому Завету. Иерусалим – это центр поклонения Божьего. Еще даже храм не сгорел. И он оттуда собирается идти. То есть Бог собирается дальше этим избранным орудием поражать духовные твердыни и власть этого мира. И он посылает Тимофея и Ярастра. Поэтому до высот Павла мы, наверное, не дойдем. Но мы можем быть, если не Тимофеем, потому что все-таки со временем стал пастор, который посылали руководитель. Мы можем быть Ярастром. Ты, главное, начни. Предоставь свою жизнь. Пусть вот эта молитва из Луки «Да приидет Царствие Твоя, да будет воля Твоя и на земле». Пусть это коснется тебя сегодня. Что твоя жизнь может быть употребленна, чтобы Царство Божие наступило и на земле, как на небе. И поэтому это мое личное побуждение на сегодняшний день это то, что я чувствую в Духе, чем Бог Сам говорит ко мне. И да благословит нас Господь не только слышанием, но пониманием, принятием и практикой Его Слова. Аминь. 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 Продолжение следует...